здравствуйте вы смотрите программу разговор по душам с вами в студии я елена бубнова и врач психотерапевт алексей зотов алексей здравствуйте добрый вечер елена добрый вечер уважаемые телезрители с новым годом вас ну в общем мы снова встретились напоминаю нашим телезрителям у нас прямой эфир телефон студии 202 11 22 звоните мы открыты для диалога для вопросов а пока вам задам алексей вопрос прошли новогодние каникулы и первая рабочая неделя как у вас прошел этот период если не секрет и и вообще вы работаете на празднике то есть есть ли запрос на услуги или там на консультации психотерапевтов праздничные дни прямо в конце вашего вопроса я вспомнил историю буквально 31 числа ну наверное часа за четыре перед новым годом поскольку мой телефон с клиникой софии как-то связан он не является секретом не является тайна на него пришел звонок вот да можно ли записаться на прием и так далее вот 31 числа прямо 31 числа ну это не такая в общем частая ситуация и эти звонки бывают или по подобные не бывают воскресенье вечером или утром в пятницу но то есть у этих звонков есть безусловно формальная сторона но там рабочие не рабочие дни ну как будто очевидно что вот воскресенье или там 31 но вряд ли кто-то работает да и вот но у этого у этих звонков есть я думаю что неформальная более важная сторона и я стараюсь как-то ну даже если я набегу а с пониманием да да и даже если я как будто бы не вовремя да даже если я набегу но может быть их задача этих звонков и звонящих людей вот они как-то не вовремя вроде бы попадают может быть эта фантазия о том что у них никогда нет времени позвонить вовремя ну исходя из тех переживаний возможно с которыми они столкнулись вот может быть но это уже мои фантазии да может быть такой способ позвонить в последний день нового года это ну как бы создать себе самому может быть обещание или продемонстрировать что я в этом году уходящем сделал один шаг на пути к приему на пути к тому чтобы как-то разобраться в своей ситуации может быть это такой вот колышек как у альпинистов за которые можно зацепиться и потом например там как вот четвертого пятого ну кто когда работает у меня фантазия возникла что там не знаю у человека чувство тревоги или какие-то накопившиеся проблемы или может быть страх одиночества перед предстоящими вот этими каникулами а возможность встречи со специалистом она вот как такой не знаю якорь или может быть не якорь маяк с помощью которого можно эти дни одиночества и безвремени к сожалению для некоторых эти дни такими являются вот как-то их прожить я с вами согласен в этом мы в общем сейчас с вами делаем то что обычно делают специалисты внутри своей отдельно взятой головы или вот так вот сидя например где-то после работы и ну переваривают это эти звонки да или эти приходы может быть людей под закрытие что значит переваривать но просто нельзя отмахнуться от этой информации не стоит отмахиваться можно но не стоит это такой способ особенной коммуникации мне вообще очень кажется продуктивной идея может быть мы мы сегодня какие-то такие истории услышим дали в следующий раз очень продуктивной кажется идея что мы друг с другом общаемся содержательно не только посредством языка может быть иногда и люди чувствуют беспомощность своего собственного языка но то есть они может быть просят о помощи прямым текстом а может быть у них и нет возможности попросить о помощи прямым текстом но всего разных причин всего того как они сконструированы всего того психически всего того в какую ситуацию нынешнюю они попали может быть они уже когда-то ну тут мы можем это вот и тогда просьба о помощи может быть ну совершенно скажем так не привычный для человеческого формата ну как поздний звонок да вот и в общем в какой-то степени это действительно начало там диалога специалиста ну если он действительно специалист если он занимается своей работой да он все равно и ну так сказать не может выбросить из головы даже если он скажет да давайте мы с вами он так и скажет давайте мы с вами встретимся там в первый рабочий день но где-то там у него эта информация как первая ласточка как первые несколько фраз диалога они останутся и в общем будут ну вот в основу этой коммуникации положено вот примерно так это работает поэтому это очень важные звонки хотя казалось бы они ну вот по остаточному принципу организованы я еще спросила у вас алексей работаете ли вы в празднике и может быть с какими вопросами люди приходят в праздничные дни или это вопросы которые вот были протянуты такой ниточкой из прошлого года ну формально если сказать я работал в празднике я работал 4 января то есть часть людей не работала частью людей работала и кстати я вот сейчас вспоминаю что вопрос о праздниках тоже такой для людей может быть для тех кто пришел 4 ко мне он тоже важный но во первых часть людей может быть это знакомо всем нам вот в этом колесе бесконечном в течение недели работают и вообще куда-то пойти особо нет времени и с этим все сложнее так куда-то пойти потому что в общем мы все примерно работаем в одно время человек заканчивает работу в офисе там в шесть часов и куда-то торопится психотерапевт тоже заканчивает работу шесть или всем ему нам не суждено встретиться да ну иногда так бывает поэтому для того чтобы мы как-то могли встретиться наша рамка приема она немножко сдвинута на попозже иногда на субботние дни иногда вот среди праздников вот и я хотел еще сказать что в эти праздничные дни приходят люди которых для которых ценность праздника в смысле богатства она не очевидна то есть это скорее может быть ну не скорее а там есть люди или у них есть переживание того что праздник это не так важно некоторые говорят что я не люблю праздник ну там по всему разных причин но например вы уже об этом сказали мне не с кем его встречать мне некуда поехать или меня никто не зовет и так далее то есть это такой праздник это такое время действительно проблемы одиночества и зависти может быть да другие праздные злости может быть какой-то в общем каких-то мощных чувств вот а для некоторых людей это так сказать способ может быть отдохнуть и праздники в этом смысле будни будни это рабочие дни ну такие да где загружен домом еще чем-то праздник такой спокойный день не хочется нагружать никакими салатами и прочим вот как-то побыть и вот люди приезжают у них наконец находится время на самих себя задать какие-то вопросы поэтому я думаю что и часть коллег работала в праздничные дни но вряд ли кто-то так вот прям 10 дней хотя это наверное зависит от вероисповедания ну в кавычках беру да принадлежности к каким-то идеологическим может быть в психотерапии же очень много сейчас идеологии вместе с теорией психотерапевтической предписывается определенная идеология ну там отдыхать или не отдыхать как это все позиционировать алексей сейчас очень модно ставить какие-то цели на год вперед при этом параллельно вот очень много сейчас о психологии говорят ну не скажу что это цели но может быть если у вас какие-то предположения какие темы станут актуальными в этом году или эти темы из год и в год одинаковые только они трансформируются исходя из вот каких-то текущих обстоятельств я думаю что и вот это ваше последнее замечание очень важное то есть есть темы безусловно важные которые трансформируют под разным соусом мы видим из года в год но я думаю что может быть продолжится вот эта тенденция она уже есть и по крайней мере ним они можно подумать тенденция о том что в этом изменяющемся мире но в каком смысле мы же друг другу даже на новый год иногда желаем изменения ну пусть там то что не нравится уйдет пусть вот сломается как это какой-нибудь негативный тренд то пусть ты того чего ходишь достигнешь но то есть это все время про изменения пусть получится какие-то твои проекты новые вот это ожидание каких-то изменений новый год праздник изменений ну для большой части людей я думаю что часть людей новый год встречает как год который сохранит то что есть да ну для части вот и на очень меня по крайней мере интересует мысль о том что мне кажется людям сейчас придется сохранять то что у них есть потому что вот этот ветер перемен очень сильно выдувает не просто наносные какие-то вещи но и достаточно базовые что я имею ввиду люди может быть будут я так уже взялся люди до пророчески ну я наблюдаю это да в себе наблюдаю может быть в коллегах пациентах эта попытка организовать и и сохранить для себя важные вещи те которые вещами не называются ну семью веру свою работу следование традициям какую каким-то традиционность да сохранить может быть какую-то систему взглядов и передать ее детям да или там внукам ну то есть мне кажется что вот в этой ситуации когда очень много всего движется вот эта тенденция на сохранение и на передачу на то чтобы важное осталось с нами она она сохраняется здоровье психическое в этом смысле тоже важно то есть люди приходят и понимаю что может быть нужно меняться как как сохранить себя когда ты сидишь дома когда ты студент какого-нибудь курса онлайн занимаешься и тебе нужно сохранить себя в этой исключительно замкнутой ситуации что там сохранять возникает вопрос может быть да как сохранить себя когда ты взрослый человек и масса вещей меняется в общем я одну вот эту мысль наверное сейчас на разные лады передаю вот и я просто достаточно много мне интересно общаюсь с моими ну можно сказать ровесниками и людьми чуть старше но это люди 50 50 плюс так 60 45 это люди которые в своих профессиях достигли но определенных ну то есть они этим занимались всю жизнь и они видят как из профессии как будто ну утекает что то то есть туда не идут молодые люди ну я не знаю там да идут но с таким как кажется взрослым поверхностным отношением да они не смотрят в глубину в общем да вот это вот хорошее очень слово сохранение какой-то глубины а глубина позволяет но это наверное как колышек который можно в землю так вот немножко погрузить вбить может быть да и немножко привязаться к нему когда вот этот ветер сильный дует те кто ходил в горы очень часто такими колышками пользуются но в виде палок или в виде до каких-то других приспособлений вот наверно такая тенденция и вот это вот я очень люблю различные фестивали изменения я люблю новые повороты но при этом на мой взгляд они возможны и хороши тогда когда мы помним о вещах у фундаментальных каких-то базовых вот и даже если мы беремся базовые вещи перетрансформировать то здесь нужно очень быть внимательными я так может быть в любых вопросах в психотерапии философии там да в культуре вопросах пола вопросах семьи то есть вот это глубина но не зря мой но научный руководитель профессор разинов интересную идею высказывает мне кажется может быть часть людей уже это встречает эта идея но не его но он так мы с ним общаемся это идея того что глубина сменилась поверхностью то есть идея глубины ушла ну где-то там в середине двадцатого века может быть начале двадцатого века да и появилась идея поверхности она очень увлекала нас и до сих пор увлекает но верно в как по скольжение по поверхности да то есть вот это хорошая аналогия идея корня высказанная делезом был такой философ да есть корневая система где один корень он глубоко уходит и вокруг вот маленькие корешки да и система по типу грибницы она очень глубоко не уходит но она распределяется по ну там по большой территории и вот в этой корневой системе один тип если хотите мышление даже укорененности да а вот в этой грибнице другой тип для того чтобы перенести корень мы должны корень даже название есть какой-то я не помню резома да такой резоматический подход вот а в грибнице мы метро это очень хороший символ вот резомы ну не самарская у нас корневая система пока да но мы наверное к резоматической движемся московская система резоматическая ты садишься на любой станции и можешь выйти на любой другой станции то есть они друг с другом связаны вот все на одной поверхности вот в этом смысле и идея междисциплинарности идея того что все можно совсем меж смешать она конечно увлекательная можно смешать клубнику и перец но в каких-то ситуациях просто я хочу сказать что это везде это не просто абстрактный разговор да можно смешать можно сделать колес машину с крыльями да можно сделать я не знаю там чашку с ушами но все что угодно да и это будет ну это будет интересно то есть это такой конструктор мы одно к другому прилепляем и ну радуемся по этому поводу как это в психике у нас реализуется или вот в тех психических процессах которые вы наблюдаете ну это реализуется так что психика она ведь не сама по себе она укоренена в культуре и сейчас психика современного человека в какой-то степени в большей степени повторяет те процессы которые в культуре происходит а если в культуре происходит вот это резоматическое распределение то есть психики особой глубины нету ну или участия людей они может быть не всегда понимают для себя не всегда понимают глубинных людей зачем нужно чему-то следовать да зачем ты держишься своих каких-то принципов и стереотипов иногда принципы записываются стереотипы ну не знаю как в советском прошлом символом пионера был один из значит героев рассказа вы помните да который там на протяжении нескольких часов пока его не сняли с поста стоял с отдавая пионерскую вот эту честь да ну его поставили и забыли убрать масса таки да то есть человек следует какие то какой-то глубине да то есть для него есть что-то более важное чем наверное сейчас этот этому человеку бы может быть его высмеяли бы оправданным может быть задали ему вопрос зачем ты здесь стоишь когда ну ты волен быть самим собой ты волен выбирать все что хочешь я сейчас подумал тоже фантазирую кто-то стал бы атаковать его границы как сейчас удар все эти разговоры про границы но атака на границе философии это очень хорошо и в психологии это видно атака на границе происходит смотрите сколько таких эклектичных подходов возникло в психологии в психотерапии то есть немножко из гештальтерапии немного результатом этих эклектичных подходов являются авторские методы но у нас просто целая палитра у нас карнавал авторских методов точно карнавал да вот и специалисты но на мой взгляд все таки посерьезнее они говорят мы вот принадлежим ну по крайней мере питаемся из этой корневой системы да там из психоаналитической из гештальтерапии да их не так много когнитивно-поведенческой масса людей психология сейчас вот в эту сторону авторский метод вот даже интересно вот тоже так такую актуальную тему сейчас затронули если посмотреть эти авторские методики какие-то вот человек который получил более менее классическое образование и знающие откуда там условно да ростки вот этих каких-то направлений это автор да да он знает что это но при этом вот этот автор авторской методики говорит вот это вот мое настолько уникальное и это не психология это вот тоже какой-то тренд сейчас у этих авторских методик отмежеваться от психологии вот не называйте это психологии хотя если посмотреть да это может быть коучингом это может быть тренерством это может быть но массой любых других способов одних людей помочь другим. То, о чем вы сказали, как это влияет на психику, я сказал о том, что наши психики растут и питаются из культуры, поэтому приходят люди с массой таких узловых каких-то моментов, но не сильно согласованных друг с другом. Или, может быть, человек слушает Агату Кристи и здесь же традиционные какие-то абсолютно консервативные методы в политике преследуют. Условную Агату Кристи или еще из протестных наших панк-групп. И задать вопрос, как это совмещается, ну, вот как-то это совмещается. Поэтому одним из главных вопросов или, по крайней мере, важных вопросов, которые мы, ну, я наблюдаю за собой, когда задаю его в кабинете, как согласовываются какие-то вещи. Потому что человеку сложно, когда они не согласовываются, когда он не видит, что он садится на одной станции и выходит на другой станции. потому что тогда у него нет представления своего собственного о целостности своей психике. Ну, что одно с другим связано, что это, ну, какой-то систематизм. Ведь метро — это система, да, в конце концов, и это увязывает. Это важно понимать, потому что если мы не видим это как систему, если человек, который приходит, если родители приводят ребенка и говорят, что он у нас слишком шалит или бегает, и когда специалист его спрашивает, а как вы на это влияете? Да. Чем вы вкладываетесь в это, что он так всегда шалит? Да. Или что он, у него не держание мочи, или что он заикается, или еще что-то, как вы в этом участвуете? Этот вопрос может быть совершенно корректно задан, да, то есть не так вот в лоб, а. И для родителей, для некоторых это является очень озадачивающим вопросом. А как мы? Ну, мы никак не участвуем. Это вот... Он такой. Это он такой, да. Или приходят родители со взрослыми детьми, или приходят супруги, один из них, например, болеет, а другой или другая не болеет. И ты спрашиваешь здорового супруга, на ваш взгляд, как это вообще в вашу семейную систему, вот болезнь, вписывается? Да никак не вписывается. Она только нам мешает. Вот если мой супруг или супруга поправится, у нас все будет хорошо, да. Идея о том, что вот эта система семейная, может быть, как-то вложилась в это, она на начальных этапах не всегда находит ответы, какие-то рассуждения. Но когда они появляются, становится очень важно и интересно. То есть я думаю, что нам вот какие-то эти вещи придется сшивать. Тема коронавируса будет по-прежнему актуальна. Я имею в виду в плане душевных переживаний, связанных с этой темой. И вот со все новыми вводными, которые появляются сейчас, да, новые какие-то штаммы. Из того, что я слышу, тема коронавируса превратилась в тему контроля и управления. То есть скорее сейчас, и это тоже, на мой взгляд, важно разделять, я по крайней мере стараюсь. Люди в основном не только говорят о коронавирусе, ну, о каких-то последствиях, да, но еще и о том, что... И по этому поводу много вопросов, много идей управления, да, то есть либо это какой-то заговор и кто-то нам это все, да, десять человек, золотые миллиардеры, тайный клуб какой-то, да, либо это наше правительство нами управляет, да, и ему это выгодно, либо это мировое правительство, либо это коронавирус, как, ну, в общем, да, нами начинают, да, ему нужно выжить за счет нас. Вот. И это в любом случае вот эта идея борьбы, идея управления, идея отступления, ну, каких-то, может быть, свобод. Сколько возмущений у людей, сколько этого обсуждения, введения QR-кодов, оправданности, кто имеет право, кто не имеет. Ну, то есть, вот эта вещь, это взаимодействие наше друг с другом не отрегулировано, и я думаю, что мы очень много недовольства по этому поводу, понятного, очень много злости, да, то есть, у меня забирают мои свободы, я готов жизнью пожертвовать, ну, некоторые люди говорят, да, я готов болеть, я готов не прививаться там, но вы не забирайте свободы, или все-таки, на мой взгляд, такие для меня трезвые голоса раздаются, давайте разделять, есть отдельно тема коронавируса, есть отдельно тема запретительных каких-то мероприятий и так далее, и так далее. Вот я думаю, что она в таком виде будет продолжать жить. Конечно, это тема утрат, это тема смерти, это тема скоротечности, и это, в общем, такой удар по человеческому нашему самолюбию в 21 веке. Мы вооружены до зубов, я имею в виду не оружием, да, хотя это тоже, гаджетами, медициной, сколько всего было сделано, да, искусственное сердце, все, что хочешь, пересаживаем, и вдруг человеческое, человечество такое получает, ну, я не знаю, пощечину, да, или такой намек, прямое указание, да, и вот эта вот идея нашего, может быть, человеческого, нарциссического всемогущества, мы все можем. Может быть, это очень, ну, как ни странно, хороший такой призыв, чтобы мы немножко поутихли, ну, и поразобрались, а что происходит, да, на что мы претендуем, и как с этим быть, и как друг друга беречь, может быть, да, потому что... Да, я вот сейчас подумала, что как раз вот тема коронавируса и, возможно, даже некоторых психических каких-то последствий, изменений после перенесенного коронавируса, да, потому что это тоже тема такая становится, ну, отдельной областью исследований у психологов, у психотерапевтов, какие психические изменения провоцирует коронавирус, то есть люди по оценке окружающих иногда странными после выписки становятся. Так вот, эта тема коронавируса переключает ли она людей как раз вот от резома, да, которую вы описали, от гребницы к глубине, то есть есть же ведь, мне кажется, такое разделение, кто-то начинает вот глубинными вопросами задаваться, как раз вот и темы отношений становятся, ну, такими актуальными, да, и люди начинают задумываться и читать, и как это вообще все происходит. Может быть, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос и предположений, куда это нас продвинет, наверное, по тому, что уже было, и по каким-то новым моментам. Я вот еще к тому, что вы говорили, хотел добавить, что, на мой взгляд, тема коронавируса приносит, возвращает и психологов, в том числе, к идее материальности, материальности психики. У нас тоже же есть, у нас, я имею в виду, у специалистов идет постоянная борьба, насколько психика материальна или нематериальна. Ну, что имеется в виду? Нужно иметь хороший мозг для того, чтобы иметь хорошую психику, да, то есть нужно чинить мозги, нужно влиять на нейромедиаторы, на цепочки. Ну, сейчас очень много вот когнитивной психологии в связи с нейропсихологией. У нас прям очень мало времени. Вот, я думаю, что коронавирус сейчас будет активно использоваться. Смотрите, есть материальный носитель, который повреждает материальный мозг, и из-за этого страдает психика. Поэтому те, кто считает, что психика нематериальна, им нужно будет искать аргументы. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям. Напоминаю, мы каждый вторник в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22. Заглядывайте к нам. Всего доброго. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин